Здравствуйте, дорогие коллеги! Сейчас я расскажу вам, как в моих курсах, в нашем курсе, выполнить практическое задание по теме 1. Ну, я скажу, что можно справа вот эти блоки скрывать-закрывать, они служат для, в частности, сбора анализа оценок, об этом чуть позже. Сейчас мы эти блоки скроем, чтобы не мешались, и откроем первую тему. Так вот, по первой теме вам предлагается не просто прочитать, посмотреть, что там написано, но и составить 5 тестовых заданий. Это является вашей практикой по теме 1. Вы самостоятельно должны выбрать те вопросы, которые вам нравятся. Например, вы выбираете некоторый абзац и копируете его как вопрос. И открываете задание, где нужно подготовить 5 таких тестовых заданий. Сейчас создано 0, мы рассмотрим, добавим 2 таких тестовых вопроса. Это не долго. Добавляете, нажимаете на множественный выбор. Это тип задания, когда выбирается один или более правильных вариантов ответа. Вставляете название вопроса и текст вопроса. Вот в эти две ячейки. Дальше вы копируете варианты ответов. Правильных и формируете неправильные. Потому что это тестовое задание. Далее вы ничего не меняете. Только здесь выбираете не один, а несколько правильных ответов. Вставляете первый правильный ответ к вашему тестовому заданию. Поскольку здесь имеется ввиду 5 правильных вариантов ответа. То нужно из 100% назначить 20% правильности первому варианту. Дальше второй вариант ответа. Он тоже правильный. Тоже вставляется копипастом. И назначается тоже 20%. То есть это не сложно. Только не избивайте сумму процентов. Должна быть 100% общая сумма правильных вариантов. Иначе это тестовое задание в вас в систему не войдет. Будет система говорить. Не соответствует 100%. Конечно мне это все легко. Но надеюсь я показываю понятно. В основном это копипаст и логика. Она тут не сложная. Наконец пятый правильный вариант ответа. Выбираете здесь. Копируете. Тоже назначаете 20%. Все 100% есть. Но нету шестого варианта. Мы добавим еще три пустых. Нам на самом деле нужен один пустой вариант. Где будет неправильный вариант ответа. Шестой вариант будет неправильный. Можно вставить тот же самый правильный. Чуть-чуть его модифицировать. И будет хорошее практическое тестовое задание. Которое вам потом же и нужно будет в конце на тестации пройти этот тест. Вот так вот составляется тестовое задание. За каждое задание вы получите мою оценку. Оценка будет состоять из двух половин. То что вы сейчас делаете это уже половина вашей оценки. Вот сохраняете и получаете. Просто сохраняете. Вот сохраняете и получаете первое тестовое задание. Вот оно выполнено. Одно вы создали. Вот оно видно, но еще не оценено. Оценку вы получите. За то что вы сделали. Вы еще половину баллов получите. Множественный выбор. То есть еще одно тестовое задание. Второе. Также в тексте лекции вы выбираете любое предложение, которое вы хотите сделать тестовым заданием. Смотрите, изучайте этот текст. Понимаете, что потом вам же потом его придется издавать. Вот, например, вот эта фраза. Инвалиду также должен быть обеспечен доступ к реабилитационным услугам. Внутренний полукруг на рисунке это лишнее, потому что в тесте не будет никакого этого полукруга, не будет никакого рисунка. Поэтому вы лишнее удалите. Поскольку здесь будет один правильный вариант ответа, вот вы его копируете в буфер правой кнопкой мыши, вы его вставляете как один правильный вариант. Здесь можно ничего не менять. Вставить. И это нужно оценить как 100% правильный вариант ответа. При необходимости отредактировать текст. Вот. И поставить 100%. Соответственно, второй вариант будет неправильный, там будет пусто. Вот так вот составляется второе задание. Как вариант. У вас будут свои тестовые задания, вы сделаете сами. Вот. Вставляете второй вариант, тоже его при необходимости. Редактируете при необходимости. И оценку оставляете пустую. Там ничего менять не надо. Не реализуют индивидуальную программу. То есть это неправильно. Вот тут правильно 100%. А второй вариант неправильный. Очень просто и легко выполняется практическое задание. Сохранить. Таким образом, задача решена. Спасибо вам за внимание. Вы все получите оценки. Задавайте вопросы в чат, если будут такие. До свидания.